МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С какими жалобами чаще всего обращаются к неврологу? Полезная информация для представительниц прекрасного пола в рубрике «Новый метод». На самые волнующие вопросы отвечает лор-врач. Спасибо за работу, скажем, офтальмологу. Ну а сначала рубрика «Авторитетное мнение». Самое важное о клинике здоровья в интервью с главным врачом. Алексей Алексеевич, здравствуйте. Елена, здравствуйте. Рада приветствовать вас в нашей новой клинике в Арбекове. Как раз о новом медицинском центре здоровья, который открылся только в апреле этого года, давайте расскажем поподробнее. С радостью, в нашем медицинском центре представлен широкий спектр медицинской помощи по диагностике, лечению и профилактике различных заболеваний по различным медицинским направлениям. Медицинская помощь оказывается как взрослому, так и детскому населению, практически по всем специальностям. В плане диагностики клиника оснащена самым современным оборудованием для проведения широкого спектра диагностических исследований, таких как ЭЭГ, холтерское мониторирование, СМАТ, электрокардиограф нового поколения, лоркомбайн с максимальным набором функций в кабинете лор-врача, экспертное диагностическое оборудование в кабинете гинеколога, современные аппараты УЗИ, стоматологическое оборудование экспертного класса. Отдельно хочу заострить внимание на отделении лучевой диагностики и эндоскопической. Эти отделения представлены современными оборудованиями, такими как рентгенаппарат для проведения рентген-диагностики различной степени сложности, а также рентген-желудка и иригоскопии. Также в клинике есть современный маммограф для проведения рентген-диагностики молочной железы, эндоскопическая стойка последнего поколения для проведения фиброгастроскопии и колоноскопии, а также данную процедуру можно пройти и под наркозом. И МРТ-аппарат открытого типа. Вот, если я не ошибаюсь, медицинский центр здоровья – это единственный в нашем регионе, где есть такое оборудование. В чём же его плюсы? Да, встречаются пациенты, у которых есть страх закрытого пространства, и как раз вот аппарат МРТ открытого типа позволяет пройти данную процедуру в максимально комфортных условиях. Вот, также у нас функционируют дневные стационары по следующим направлениям – это акушерство, гинекология, кардиология, терапия, неврология, урология и хирургия. Также в медицинском центре есть операционная, оснащена самым современным оборудованием, а также палата для комфортного пребывания пациентов. Приёмы ведут высококвалифицированные специалисты по всем медицинским направлениям. Уже поскорее хочется познакомиться с Вашими врачами и узнать, что они могут предложить пациентам. У нас как раз есть сейчас такая возможность, а наших пациентов мы рады видеть в медицинском центре здоровья ПРОФ на Бородина 1И. Приоритетные направления работы – онкология, эндокринология, неврология и нейрохирургия – малоинвазивные технологии. Задача коллектива медицинского центра здоровья – предоставить жителям региона своевременную медицинскую помощь в условиях повышенной комфортности, в удобное для пациента время. Назначить лечение, безусловно, важно, но сначала нужно правильно поставить диагноз. И это задача для специалистов узкого профиля. Если, к примеру, Вы почувствовали боль в спине, нужно знать, к кому обращаться. Врач-невролог проводит диагностическое обследование, отвечает за профилактику и лечение нарушений в работе центральной и периферической нервной системы. В видении этого доктора находятся заболевания, травмы спинного и головного мозга, а также периферических нервов. Если неврологическое заболевание возникло впервые, человек сам вряд ли догадается, что ему нужно обратиться именно к неврологу. Симптомы могут быть разные, не имеющие какого-либо специфического характера и локализации. Чаще всего на прием к неврологу обращаются с обострением остеохондроза различных отделов позвоночника. Индикатором поражения нервной системы служат такие состояния, как бессонница, длительная головная боль, головокружение, боль в области шеи, груди и спины, обмороки, нарушения памяти, нервные тики, тревога, депрессии и не только. В нашей клинике ведется прием пациентов неврологического профиля. Пациенты обращаются абсолютно с различными жалобами. Чаще всего это головные боли, головокружение, признаки поражения периферической нервной системы. Это невриты, невропатия различного происхождения, тревожные расстройства. Но на сегодняшний день наиболее распространенной жалобой по-прежнему остаются боли в различных отделах спины. Важной задачей является диагностика и определение механизма возникновения болей. Клиника оснащена современным диагностическим оборудованием. Это рентгеновский аппарат, аппарат магнитно-резонансной томографии открытого типа. Благодаря данным результатов обследований удается наиболее точно установить диагноз и определить дальнейшую тактику лечения. Пациентам назначается консервативная терапия, проводятся лечебно-медикаментозные блокады, определяется наличие показаний к хирургическому лечению, а также при необходимости проводятся консультации нейрохирургами. Важные значения уделяют с ней медикаментозным методам лечения. Это физиотерапевтическое лечение и использование механотерапии. Механотерапия включает в себя использование установок арметкинеза и арметпрофессионал. Установка арметкинеза используется для лечения и профилактики заболеваний позвоночника. Она имеет достаточно широкий спектр показаний, в связи с чем назначается не только взрослым, но и детям. Лечебный эффект достигается благодаря дозированному изменению углов между звеньями позвоночника при его сгибании и разгибании в различных отделах, обеспечивает лечебное и тренировочное воздействие на связи позвонков и межпозвонковых дисков, обеспечивает улучшение подвижности позвоночника. Еще одним из методов механотерапии является дозированное вытяжение позвоночника на аппарате «Арметпрофессионал» в комплексе с вибрационно-роликовым тепловым воздействием. Происходит непринудительное щадящее микровытяжение позвоночника в пассивном режиме, в результате чего усиливается кровоток в пораженных участках позвоночника и восстановление обменных процессов. Основной механизм заключается в освобождении от сдавливания анатомических структур позвоночника. Основными показаниями к механотерапии являются боли в спине, искривление позвоночника, протрузии, грыжи дисков, реабилитация после травм, а также занятия во время тренировок. Немдикаментозное лечение в настоящий момент играет большое значение, так как является основным методом профилактики заболеваний спины. Современная медицина идёт вперёд семимильными шагами. Новые методики лечения, способы диагностики, инновационные практики. Прогресс, кажется, коснулся всех направлений, в том числе гинекологии. Об этом расскажем прямо сейчас. С возрастом, особенно после родов и в период переменопаузы, в организме женщины происходят ощутимые изменения, как гормональные, так и физиологические. Это может проявляться появлением сухости слизистых, ослаблением мышц тазового дна и нарушением чувствительности. Есть такие процедуры, которые помогают нивелировать эти симптомы, а при регулярном использовании и улучшить состояние женщины. Одной из таких процедур является PRP-терапия. Это процедура, при которой непосредственно из крови пациентки изготавливается препарат плазма с богатым содержанием тромбоцитов, которая при введении в необходимую область запускает целый механизм клеточных реакций, направленных на восстановление, что проявляется улучшением тургора, увлажнённостью и повышением чувствительности необходимой зоны. Перед проведением процедуры необходима обязательно консультация врача-акушер-гинеколога, на котором определяется необходимость проведения данной процедуры, объём вводимого препарата и область введения. Несколько слов о том, как проходит процедура. У пациента из вены берут кровь обычно до 20 мл. Биоматериал помещают в центрифугу. По завершению обработки обогащённую тромбоцитами плазму вводят в необходимую область. Использование шприцев с ультратонкими иглами и местного обезболивания обеспечивает полное отсутствие неприятных ощущений. На протяжении получаса пациентке необходимо находиться в клинике под присмотром медицинского персонала. По истечению этого времени можно вернуться к обычному образу жизни. Одним из преимуществ PRP-терапии выступает короткая и простая реабилитация. Вернуться к интимной жизни можно через 2-3 дня. На протяжении полутора недель стоит воздержаться от посещения бань, саун, бассейна, купания в открытых водоёмах. Эффект проявляется уже после первой процедуры. Нарастает в течение всего курса и достигает максимума по его завершении. Как правило, курс плазмотерапии включает 4-6 сеансов с интервалом 7-10 дней. PRP-терапия базируется на активации собственных возможностей организма. Поскольку в данной процедуре используется кровь пациентки, методика имеет минимальный набор противопоказаний и полностью исключает побочные действия. Ещё хотелось бы отметить важность проведения маммографии. Маммография – это вид исследования молочной железы, который даёт возможность не только определить наличие изменений в тканях молочной железы, но и оценить их характер и распространённость. Маммография является одним из важнейших методов диагностики заболеваний молочной железы. Главное достоинство метода – это выявление доклинических форм злокачественных опухолей молочной железы, которые могут быть недоступны другим методам диагностики. Метод позволяет выявить серьёзные заболевания на ранних стадиях. Кому рекомендовано прийти на обследование? Профилактическое обследование рекомендовано женщинам от 40 до 75 лет один раз в два года, по имеющимся показаниям один раз в год. Диагностическое – это преподозрение на заболевание по назначению врача вне зависимости от возраста. И контроль за состоянием молочных желез после лечения. С целью последующего наблюдения. В медицинском центре здоровья маммографическое исследование проводится на современном оборудовании. Ухо, горло, нос – так нередко называют лора или отариноларинголога. В следующей рубрике «Доктор на дом» этот врач ответит на самые волнующие и, по-моему, довольно интересные вопросы. Правда ли, что нельзя очистить уши ватными палочками? Ватные палочки неравноушные. Как правило, они предназначены для косметических целей. Производитель пишет об этом на упаковке. Когда мы чистим уши ватной палочкой, серо частично выходит с ватной палочкой, а основная ее часть забивается вглубь слухового прохода и образуя при этом серную пробку. При этом ватная палочка еще состоит... Она произведена из пористой ваты, внутри которой благоприятно живут микробы и бактерии. Физиологически устроено так, что серо вырабатывается в небольшом количестве и со временем постепенно выходит наружу слухового прохода. Во время того, как мы принимаем душ, просто смываем серу снаружи слухового прохода, и этого, как правило, достаточно. Также можно использовать спрей и капли для гигиены ушей. Правда, что постоянное использование наушников ухудшает слух. Да, это действительно так, особенно если использовать наушники на большой громкости. Звуковая волна действует непосредственно на барабанную перепонку по цепи слуховых косточек на звуковой анализатор. При этом волна не рассеивается и губительно влияет на нервные клетки слуха. Лучше использовать колонки. В таком случае звуковая волна рассеивается и не так губительно влияет на слуховые нервы. Громкие звуки могут вызвать гибель клеток слухового нерва и стойкое снижение слуха. Даже если сейчас, в молодом возрасте, вам кажется, что это никак не влияет на ваш слух, то это может аукнуться потом, со временем. Какие существуют эффективные средства для профилактики лордзаболеваний? Перечень предупреждений таких заболеваний довольно прост. Он сводится к тому, что необходимо соблюдать нормальный микроклимат в помещении, то есть не злоупотреблять кондиционерами в жаркий период, и не злоупотреблять обогревателями в холодное время года. Также рекомендуется гигиена органов дыхания. К примеру, если маленький ребёнок пришёл из детского сада, можно просто промыть его нос солевым раствором и на этом ограничиться. Лучше стараться не контактировать с больными людьми и использовать индивидуальные средства защиты в эпидсезон, то есть всеми известные маски. Лордзаболевания отличаются большой распространённостью, им в той или иной степени подвержены все люди, независимо от возраста, региона проживания и особенностей организма. Причём при ослабленном иммунитете все части этой сложной системы подвержены воспалению. Например, ОРВИ обычно проявляется стандартным набором симптомов со стороны лорорганов. Это боль в горле, насморк, заложенность или боль в ухе. Однако по более специфическим признакам врач способен определить, с каким именно заболеванием он столкнулся, в какой форме оно протекает – острой или хронической. Воспаления уха объединяются под общим термином «атит». Наружный орган слуха чаще всего напрямую не затрагивается, поэтому обычно лор-врачи занимаются лечением среднего «атита». В любом случае важно правильно установить причину заболевания. От этого зависит результативность лечения, поскольку с вирусами и бактериями борются разными средствами. Кто поспорит, что зрительная функция – самая важная из всех составляющих сенсорной системы организма? Около 80% информации из внешнего мира мы получаем именно с её помощью. Система зрительных органов человека включает в себя глазное яблоко, его мышцы, конъюнктиву, то есть слизистую оболочку глаза, слезные железы, веки, глазной нерв и костные элементы, составляющие глазницу. Несмотря на окажущуюся простоту устройства и достаточную изученность вопроса, в диагностике офтальмологических заболеваний существует множество нюансов, которые способен выявить только опытный специалист с помощью современных высокотехнологичных методов. Ольга Котельникова – представительница этих важных профессий, в которых она уже 22 года. В нашей клинике мы ведём приём взрослых и детей с рождения со всеми заболеваниями органов зрения на новейшем оборудовании. В том числе дополнительные обследования проводятся и на оптическом когерентном томографе фирмы «Хьювец» Южной Кореи. На данном приборе мы можем детальнее провести обследование сетчатки и зрительного нерва, также измерить длину глаза, что необходимо для определения прогрессирования близорукости у детей. Также можем измерить толщину роговицы для перерасчёта цифр давления при заболевании глукома, которое очень часто встречается у взрослых. Прогнозирование возможности проведения керторефракционных операций, современных операций по улучшению зрения, провести диагностику кератоконуса. В клинике здоровья по результатам обследования проводятся также лазерные операции по поводу разрывов, отслойок, дистрофических изменений на сетчатке у взрослых и детей, также беременных женщин до 35 недель, лазерное удаление вторичной катаракты, лазерное лечение глаукомы с узким и закрытым углом, синдром пигментной дисперсии, пигментной глаукомы. Оперативное лечение проводится на новейших лазерных установках производства США и Польши. Мы ждём вас на приёме в клинике здоровья по адресам Бородина 1И, Кижеватова, 23Б. В 2001 году Ольга Николаевна окончила Самарский государственный медицинский университет имени Ульянова. На базе Пензенского института усовершенствования врачей прошла ординатуру по специальности офтальмология. С 2003 года работала в поликлинике, втором отделении микрохирургии глаза, в Дневном офтальмологическом стационаре больницы номер 3 и в стационаре больницы имени Семашко. С 2010-го трудилась в Пензенском центре микрохирургии глаза. Сегодня её пациенты – клиенты клиники здоровья. Врач-офтальмолог специализируются на лазерном лечении патологии глаза. Вы знаете, я была на приёме сама у этого доктора, у доктора Котельниковой Ольги Николаевны, и приводила свою внучку. И очень благодарна ей за её тёплые отношения, отзывчивость, помощь, её профессионализм. И в своём деле очень замечательный доктор, побольше бы таких докторов. По нашей жизни, такой суматошной, хотелось бы побольше к себе хорошего отношения, особенно когда приходишь к доктору в кабинет. Вот это я почувствовала в кабинете у доктора Котельниковой. Спасибо ей огромное за помощь, благодарность, благодарных ей пациентов. Если ничего не болит, то и к врачу ходить незачем, так думает большинство. К сожалению, это неправильно, особенно когда речь идёт о глазах. Регулярные профилактические осмотры помогают выявлять нарушения зрения на начальных этапах, а значит, позволяют избежать многих трудностей. Причём посещать кабинет офтальмолога необходимо с раннего детства. Как правило, детей обследуют сразу после рождения. Затем в возрасте шести месяцев, в три года и перед началом учёбы. После поступления в школу необходимо проводить офтальмологический осмотр каждый год, так как в этот период возрастает нагрузка на глаза и одновременно происходит быстрый рост организма. С 18 лет и до пенсионного возраста также стоит посещать врача-офтальмолога один раз в год или один раз полгода, если есть такая рекомендация вашего лечащего врача. Берегите своё зрение! Клиника здоровья – это 10 лет заботы о самочувствии и благополучии пациентов. Это четыре десятка направлений помощи, комплексные программы. Порядка 200 специалистов трудятся в поликлиническом отделении, дневном и круглосуточном стационарах. Теперь вас ждут ещё по одному адресу – улица Бородина, 1 И. Все вопросы можно уточнить по телефону 320303. Сохраняя самое ценное – девиз клиники здоровья. И действительно, когда у вас ничего не болит, когда на плохое самочувствие не жалуются ваши близкие, тогда и солнце светит ярче. Не правда ли? Я же с вами прощаюсь. Берегите себя и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok